Опять, если вернуться к вопросу эпидемии, опять же, достаточно серьёзные политологи, например, Сергей Марков, говорили о том, что эта ситуация с эпидемией и карантинными мерами могла быть использована для каких-то там политического переворота. Ну, потому что на самом деле мы видим, что в Соединённых Штатах, в Сербии напрямую карантинные меры запустили выход людей на улицу, в Германии. И об этом у вас была какая-то информация? Значит, эту информацию впервые я ознакомился, напечатал Сергей Канашевский. У него есть свой канал, и он ведёт журнал какой-то с космическим уклоном. Он является оператором. И он сеанс провёл с энергоинформационным полем, и оттуда пришла следующая информация. Почему я её изобил в эту книжку? Как раз в то время, когда началась эта пандемия или педемия. Значит, этот вирус представляет собой биологическую форму жизни, имеющую коллективный разум и коллективное мышление. природой он был наделён способностью видоизменяться для того, чтобы его нельзя было уничтожить. Значит, это как бы возмездие за все наши те грехи, как был потоп, были другие вещи и так далее. Этот вирус, его ещё фиксировали в 2012 году. Значит, он был уже зафиксирован, но внимания не обратили. Значит, оттуда сказали, что вы все на этой планете гости. И вы не имеете права уничтожать биологические живые вот эти формы жизни. Вы должны находить способы сосуществования с ними. Поскольку вы, если в вас взять, у вас столько бактерий, вирусов и паразитов, что мало не покажется. Но вы же нашли допустимые формы существования вместе, и вам это не мешает. Так и здесь. А вы этот вирус пытались с самого начала уничтожить, уничтожить, уничтожить. И поэтому вот эта вот форма защиты, она очень развивалась. Вот на данный момент этот вирус, он уже по интеллекту догнал человека. Вот это коллективные формы мышления. И то, что вы будете готовить разные сыворотки и прививки, они не помогут. Он каждый раз будет новый. Он будет вот эти вот рога дополнительные рождать, которые уже не будут реагировать на эти сыворотки, которые вы разработали. И вакцина будет бесполезной. Вакцина будет бесполезной. Вот в чём вопрос. И когда он дальше там пишет, что задача основная этого вируса – это произвести природную выбраковку людей. То есть все люди с низкочастотными вибрациями, которые агрессивны, которые эгоисты, которые обидчивы и так далее, значит, они будут постепенно уходить, поскольку основной защитой будет являться иммунитет. А у этих людей, и этот вирус, он имеет две формы. Он имеет физическую и полевую. Если от физической, от капельным, воздушно-капельным путём мы можем прикрыться маской, то от полевой нельзя. А поле в поле проникает, и если иммунитет слабый, он там начинает свою подрывную работу. Значит, Канашевский, естественно, задал вопрос. У него на этом, на его сайте, я там ссылку делаю в этой книжечке своей, там написано, что подскажите своим учёным, как нужно бороться с этим вирусом. Никакая химия ничего не поможет. Нужно просто создавать как бы как барокамеру. Значит, и в этой барокамере создавать искусственно-низкочастотное поле, которое комфортно для пребывания этого вируса. И помещать туда человека, там, минут на 15-20. Он будет переселяться в это поле, которое в этой камере будет находиться. Он не будет там, где вот идёт борьба, там то-то, то-то, и спокойненько этот человек будет уже без вируса. Поэтому вы не по тому пути начали идти. Можно гораздо проще. Нужно сначала понять природу этого вируса, чтобы с ним эффективно, значит, находить вот способы сосуществования. Вот у меня как раз я попробовал тоже через своего оператора проверить, насколько вот эта информация, она соответствует действительности. Значит, оператор сказал 84%, что это так оно и есть. Потому что могли там искажения какие-то быть и так далее. Но в принципе, но это похоже. Я даже вот по своим ощущениям чувствую, что это действительно так. Потому что они оттуда нас предупреждали, что у вас сегодня очень низкий уровень общей культуры и общий уровень развития вашего сознания. А ведь по общему уровню развития сознания даются те руководители, которые ведут дальше вот ваш народ, вашу нацию и так далее.